Меня зовут Николай, я работаю разработчиком в компании SART и сегодня моя задача, то есть я пришел чтобы рассказать о том как мы в компании пришли к использованию SwiftUI, то есть новой относительно технологии для создания UI интерфейсов для iOS в декларативном стиле. И перед тем как начать про это рассказывать, то есть мы будем показывать, смотреть все это на примере конкретного проекта и поэтому перед рассказом о самой технологии, то есть что это был непосредственно за проект. Это было относительно простое приложение для iOS с поддержкой iPad'ов. Основная фича приложения это поддержка аудиотреков, проигрывание аудиотреков, причем треки они даже не скачивались с сервера, то есть это был не стриминг, это проигрывание локальных аудиотреков, некоторые были с видеопотоком. Буквально одна небольшая анимация и просмотр и чтение текстовых статей, которые переслал нам заказчик видео html. Но чтобы не давать и не ограничиваться просто словами, сейчас мы запустим. И что это было за приложение? Сначала нас ждал онбординг, где нам рассказывали, что это будет, зачем нам это приложение, чтобы успокоиться, почувствовать гармонию с самим собой и чувствовать себя увереннее. Потом вот основной функционал приложения, всего три вкладки. Первая это основной экран, где будут здесь появляться недавно прослушанные треки и возможность отправить какой-то фидбэк заказчику. Основная вкладка, где перечисляются все статичные, то есть локально хранические треки. Те, которые с анимацией, они вот здесь плюсик анимэйшн и собственно те самые статьи, которые нам прислал заказчик в виде html, но они в виде html здесь и отображаются. Про это потом. То есть как, что было за проигрывание, то есть, например, проигрывание. Вот здесь вот та самая небольшая анимация, говорящая о том, что трек зацикленный будет автоматически повторяться, либо когда мы выключаем ее. Или, допустим, то же самое с аудио, то есть это не видео тормозит, это такая плавная анимация была на видосе. Сначала там сам автор что-то говорит, а потом начинается музыка, чтобы не гипнотизировать никого. Вот. То есть такое относительно простое приложение. Вот здесь на главном экране, видите, появляются уже последние прослушанные треки. Соответственно, как мы пришли к тому, чтобы на таком приложении использовать SwiftUI непосредственно. То есть какие были вверхи... Так, это я уже прошел. Почему SwiftUI, собственно? Самый главный, на самом деле, самый первый, самый первый главный пункт. И, то есть, он мне понравился. То есть я пробовал до этого декларативный UI, когда изучал Flutter. И когда пришел, он пришел этот подход в iOS, я уже примерно знал, как оно работает. И мне этот подход очень нравится. Именно поэтому я начал, собственно, продвигать это у нас в компании и пробовать использовать это. Плюс, про это скажу дальше, у меня на этот момент не было такого большого багажа в UI-кете. То есть я не могу сказать, что у меня было много опыта, там, многолетний стаж именно с этим фрейворком, накопленные какие-то подходы уже. Поэтому отказаться от того, что было сейчас и перейти на что-то новое, мне было проще и интереснее. Соответственно, когда мы пишем, используем SwiftUI, мы все пишем на Swift. Я понимаю, что есть подходы и в UI-кете, когда мы там используем библиотеки типа Blueprint или еще что-то похожего и тоже все делается кодом. Но именно то, как делается в Swift, то есть нативная поддержка от Apple, что это именно сам фреймворк нативный. Это мне понравилось и в итоге все равно получалось кода меньше на самом деле, чем когда ты все это разносишь по ViewController и отдельно по классам непосредственно логики самой. Опять же, это тоже достаточно субъективный момент, но мне так реализовать UI было проще, чем переключаться между контроллером, между storyboard, между XIV и там какие-то параметры выставлять, часть делать там, часть делать в коде. Сделать все в одном месте, то есть тебе нужна View, а ты создал документ, класс и там прописал код, который потом на превью можно посмотреть, если надо. И вот сам подход вот этого декоративного UI, он способствует тому, чтобы думать и писать все именно в реактивном стиле. То есть у нас уже нет такой простой возможности по нажатию на кнопку обратиться к какому-то другому UI элементу и скрыть его, например, или что-то с ним проделать. Мы должны как-то завязываться и планировать нашу логику, исходя из переменных состояний как раз, путем изменения этих состояний и реакции или перерисовки UI в зависимости от изменения вот этого состояния. Нам надо продумать, как разбить наш View, потому что чтобы как можно меньше кусочки отрисовывались при изменении состояния, чтобы не перерисовывалось все View, если изменилось какое-то одно поле, например. То есть здесь нас прямо подводят к этому именно самому же платформу. Что могло пойти не так? То есть несмотря на то, что я очень люблю новые технологии, и даже вот недавно был доклад на IT-субботнике от тоже Николая Линкера, где он разбивал всех разработчиков на три типа. Те, кто любят процесс программирования, те, кто стремятся к результату, и третий тип, те, кто любят удовлетворять свое любопытство за чужой счет. Я отношусь ближе к третьему, но тем не менее я понимаю, что нельзя целиком перекладывать все ответственности, просто не обдумав, а отправляться в путь. Поэтому все риски, которые могли быть, мы обдумали и прикинули, что могло быть не так. Нет такого обилия UI-компонентов и элементов. То есть с этим мы столкнулись, и какие-то вещи, которые нам были привычны, например, нам приходилось делать, либо используя старые компоненты, интегрируя их в SwiftUI, либо где-то имплементируя или создавая свои небольшие. Проигрывание видео. То есть, конечно, есть AWPlayer, есть специальный AWPlayer, на котором можно все это проигрывать, но как его вставить в SwiftUI, и можно ли, получится ли у нас достичь того эффекта, который нужен. То есть, как вы видели там на видосе, у нас нет нативных вот этих элементов play, pause и все остальное. Там все наше, получится ли у нас SwiftUI скрыть, все это сделать, чтобы был только видеопоток. На момент старта проекта еще это, ну, мы обдумали это, прикинули, что здесь может быть проблема. И записали это себе в блокнот. Соответственно, не все библиотеки знали про SwiftUI. Это имеется в виду, там у нас есть возможность шарить пост через Facebook. И вот, допустим, Facebook, он, вот этот его контроллер, и вот эти вот штуки, которые всплывают, они, но они не связаны никак со SwiftUI. Как оно себя поведет, как его там отобразить, как оно сработает, на момент старта тоже не было точно известно. И реализация анимации, то есть, как ее делать, то есть, в SwiftUI тоже есть определенные ториалы, были подходы, но мы никогда анимацию, даже такую простую, казалось бы, мы не делали. Поэтому, ну, и знание о том, как ее сделать, будут ли с этим какие-то проблемы на момент старта, нам не было известно. Соответственно, для того, чтобы к этим рискам подготовиться, провели тоже некоторую работу. И так тоже предлагается, что когда вы внедряете новые технологии, опять же, вы все эти риски проработаете. То есть, понятно, что мы прошли некоторое обучение, то есть, был курс, где была теория, была практика, мы написали приложение, с помощью которого можно там решать шахматные задачки, там было взаимодействие и с сервером. То есть, мы, в принципе, SwiftUI в каком-то плюс-минус боевом приложении мы попробовали, смотрели, как это работает. Мы посмотрели данный Mixpanel на момент старта, чтобы убедиться, что iOS 13, то есть, минимальная версия, на которой работает SwiftUI, что на нее пришло уже подавляющее большинство пользователей. В принципе, это никак не обрежет клиенту клиентскую базу, то есть, и не ограничит, не лишит нас большого куска пользователей. И мы посмотрели возможности двух довольно важных тоже классов, UI ViewRepresentable, который позволяет вьюхе из UI-кита переносить, оборачивать для использования SwiftUI. И точно так же с контроллером, ViewControllerRepresentable. Классов, то есть, насколько они функциональны, как они работают, что с ними можно сделать, что туда можно запихать и как оно потом отображается в SwiftUI. Посмотрев все это, проанализировав, мы пришли к выводу о том, что, в принципе, конечно, есть риски того, что где-то как-то что-то может пойти не так, где-то может потратиться немного больше времени, но все равно пришли к выводу, что завершить проект в любом виде у нас получится. Он не такой был большой и, в принципе, те инструменты, то, что мы рассмотрели, позволяло им так или иначе цели достичь. То есть, не доходило до такого, как, например, когда мы делали Kotlin Multiplatform, там мы первые два спринта, мы вообще писали два приложения, одно на нативном андроиде, одно на KMP, чтобы, если что, вдруг переключиться обратно. Со SwiftUI у нас было больше уверенности, и мы приступили к разработке. Тут, опять же, когда сейчас пойдут дальше доводы и анализ того, что получилось, я еще раз хочу обратить внимание, что у меня нет такого прям огромного опыта с UI-китом. То есть, я где-то 5-6 лет занимаюсь именно разработкой iOS, и первые полтора года, например, я работал вообще с Kocos 2D и Box 2D, например. То есть, мы писали игры, и я UI-кит совсем не трогал. Потом я пришел в компанию, где уже был какой-то подход, я поработал с ним, и, например, затронуть библиотеки, которые позволяют с помощью UI-кита делать весь UI-кодом, я так и не попробовал, например. Поэтому, опять же, что-то где-то, где я буду рассказывать, чтобы мне было легче и проще, вполне возможно, вы на UI-ките это можете сделать легко и просто. Но те, кто приходят сейчас в индустрии, те, у кого, может быть, еще нет опыта, и, в принципе, в будущем вполне возможно, что если обучиться, на SwiftUI все равно будет еще легче и удобнее. И как же SwiftUI проявил себя в деле? То есть, первое плюс, который, ну, именно я на себя ощутил, когда я открываю, то есть, в Figma макет именно наших дизайнеров, я уже сразу примерно понимаю, на какие части, на какие этапы можно разбить экран, и самое главное, это не вызывает какой-то боли у меня. То есть, допустим, вот наш самый главный вот этот экран, то есть я его, когда мы начинали, сразу разделил несколько частей, то есть это был V-Stack, условно говоря, вот этот стэк вертикальный, в котором есть верхняя часть, потом есть How to use AppView, то есть это вот этот текст, который перенаправляет нас на список треков, просто текст Give You Feedback и вот эти три социальные кнопочки. Понятно, что если бы я делал на ViewController и UI-ките, я тоже знал уже, как бы все это сделать, но мысль о том, что нужно было бы добавлять туда ImageView, потом создавать с помощью AutoLayout вот эти отступы, она несколько пугала меня иногда, мне этого очень не хотелось сделать, а тут я просто представлял, что я создам отдельные View-хи, буду писать код, как обычно, и в принципе, все получится нормально. То есть, если посмотреть, сейчас, одну секунду, и так. То есть, он примерно таким и получился, то есть вот этот стэк, вот он, этот GoToPlaylistView, сам по себе, вот он, how to use up, потом текст и социальные кнопочки. Вот эти штуки с модификаторами, они здесь, их довольно много, но это еще один момент, который мы реализовали на этом проекте, он за рамками текущего доклада немного. То есть, это наши попытки сделать полностью адаптивный дизайн, то есть, чтобы он даже при смене экрана или пропорции экрана оставался все время одинаковым, поэтому здесь идет вычисление его размеров, относительно размеров экрана. А так, в принципе, это раз, два, три View, которые отображаются. То есть, для меня проще, легче, удобнее было проектировать и писать отдельные вот эти самописные компоненты. То есть, какие мы, например, делали? Это группа кнопок для отправки отзывов. Давайте сейчас еще раз. Это тот же стек из трех кнопок. Раз, и уж два, и три. Соответственно, у них тоже какие-то параметры. В принципе, даже сейчас, глядя здесь, я думал, что и эти имиджи можно было как-то в отдельный класс еще завернуть, потому что они очень похожи. Естественно, просто три картинки. Второй момент, это BottomBarButtons. То есть, вот этот нижний бар, это тоже не стандартный элемент, а наш собственный. И он, собственно, написан. То есть, это горизонтальный стек из трех кнопочек. Называется BuildTab, но на самом деле это строится не весь таб, а только кнопка вот эта. И если к этой функции перейти здесь, то это картинка и текст. Тоже соответствующие параметры. Все. Это было написано и реализовано достаточно быстро, просто. И как бы, ну, когда я смотрел на эти компоненты, я понимал, что мне просто надо будет написать код. Совсем немного его. Третий, это ProgressBar, который на самом деле SwiftUI был, но он был доступен только с iOS 14, а у нас тогда была минимальная версия iOS 13, поэтому мы написали этот ProgressBar самостоятельно. И тоже, в принципе, там ничего особо сложного у нас не было. Это просто ZStack, то есть который расположен вот в этой плоскости. Одна и вторая вот эта полукруглая фигура, то есть она все время по длине, потому что она цвета пустого, а это вычисляется в зависимости от вот этого состояния value. Потому что она идет поверх, это как раз заполнение. То есть когда мы видели, что какой-то компонент надо сделать, даже если, допустим, это какой-то сложный компонент или еще что-то, я просто понимал, это еще один класс или их комбинация, мы написали их, скомбинировали, и у нас получился нужный UI. То есть никаких ксивов там, расположения, перетаскивания элементов, создания ауто-лайаутов. Все старые, допустим, какие-то вещи мы, можно было делать по-новому, у меня это казалось проще. То есть, например, если делать тот же table view, то есть что нужно было сделать здесь тогда? Перетащить этот table view, назначить view-контроллер его дата-сорсом и делегатом, реализовать необходимые методы. Соответственно, например, там, чтобы возвращать количество ячеек и чтобы реализовать метод для создания каждой отдельной ячейки. Как это так происходило здесь у нас? То есть вот просто цикл for each. На самом деле там под капотом лежит тот же UI table, но здесь он реализуется гораздо проще. То есть здесь просто вот этот трек, это, собственно, строка, туда перейдутся нужные данные, но здесь тоже у нас не совсем оптимально сделано уже. Потом это реакция на нажатие на какой-то конкретный трек, что происходит. То есть сам по себе, если без вот этой логики, то есть сама по себе табличка, это просто for each вот с этим view для какой-то конкретной срочки. И построение отрисовок UI — это то, про что я говорил, что мы так или иначе приходим к реактивному программированию, к анализу тому, как правильно развивать наше view для того, чтобы конкретные кусочки зависели только от тех стейтов, от которых они зависят, чтобы при изменении какого-то одного стейта не перерисовывалось то, что с ним не связано. Сказать по правде, у нас это сделать как следует не получилось на первом проекте. То есть у нас есть вот этот тоже гигантский основной наш… Так, сейчас плеер таб и… Сейчас, вон, главный. Одну секунду. Вот. То есть это view нашего плеера, и она как раз-таки очень большая на самом деле. То есть здесь все намешано. Здесь и title, и progress bar, и кнопки самого плеера. На самом деле они не нужны все вместе. То есть от плеера зависит только кнопочки play, pause, кнопочка, ну вот сам progress bar, циферки. И вот их и надо было как бы выделить в отдельный компонент, туда поместить именно сам плеер, и чтобы эти компоненты следили за его состоянием. Все остальное, то есть вот эти штуки, все они там, ну, не нужны были, в принципе. И поэтому вот здесь у нас, несмотря на то, что как бы SwiftUI нас форсит к этому, мы чуть-чуть позже к этому пришли, но вообще, в принципе, правильно, когда все правильно делается, разбивается, то у вас сильно оптимизируется вот эта перерисовка как раз, когда у вас от изменения стейта кусочка стейта не отрисовывается остальная, все остальная часть экрана. Какие действия были непривычными? То есть где, допустим, SwiftUI для нас, для меня вел себя не так, как предполагалось? Настройка, ячейка, стиля таблицы. То есть когда мы делали вот этот трек-вью, вот эту строчку для таблицы, мы с имплементом сделали уже, в принципе, дизайн, но он выглядел не так, как надо. Там не получалось бэкграунд поставить нужный, потом вот этот сепаратор, который у нас есть между вот этими элементами, он тоже у нас кастомный, а там все время виднелся где-то системный. Как мы не искали, найти изначально сразу у нас не получилось, вернее, сходу не было понятно. То есть мы нашли способ, и он оказался не очень таким приятным. То есть надо было просто взять и сходу у всего UI-table, то есть у стиля всех таблиц взять и вот это все задать. То есть сепартор-колор нужно было вырубить, стиль ему задать. Где-то сделать это в отдельном моменте, вот там, где 4-each, или еще где-то для отдельного какого-то столбца нет, потому что у вас, по идее, не должно быть доступа к тому, что лежит под капотом этого 4-each. Поэтому вот это вот было для нас неприятным моментом и кажется каким-то костылем, конечно, но я думаю, что в будущих реализациях и апдейтах это исправит или сделать какой-то более доступный способ, чтобы изменять стили вот этих. Второй момент это расстояние в вистеках и аштеках. Тоже бывает, когда мы сидели и разбирались, где вот эти, когда начинаешь уже вылизывать интерфейс, UI, смотришь, где вот эти кусочки, какие-то ненужные зазоры или отличия от того, как нарисовано. То есть, например, давайте сейчас опять же здесь на главном, если вот этот вистек спецнек убрать. Может быть, конечно, это где-то и на это внимание обращает, но у нас дизайнеры на это постоянно внимание обращают. То есть, если вот здесь делать, видите, особенно видно на картинке, там между вистеком этим есть густая полоска. То есть так-то вроде не видно, но вот так делаешь, и потом тестировщик тебе возвращает, говорит, не сладится с дизайном. Вот поэтому, это потому что здесь по умолчанию не нулевой отступ, допустим. Соответственно, где-то приходилось это делать. Иногда ты можешь это где-то пропустить, но когда ты поправляешь, потом уже здесь все нормально. Вот, и еще был ряд мест, где вот эти вот отступы вистеков и аштеков, они нам, ну, как бы создавали некоторые проблемы, и ищешь, где это лишнее пространство, оно оказывается вот там. И еще один момент, это навигация. То есть, как работает, допустим, навигация в... То есть, в UI-свифте есть навигация, которая нативная. То есть, как она работает, в принципе, достаточно... Давайте сейчас... Секунду. Часто переключение. Почему-то так получилось. Вот. То есть, как работает... У вас есть навигейшн-вью, в котором у вас есть какие-то элементы, то есть, они обернуты, и, соответственно, если вам надо, по клику на какой-то элемент перейти, вы используете... Так, но проблема заключается в том, что у вас есть анимация, но у вас начинают добавляться вот эти кнопки, которые вам, возможно, и не нужны. Избавиться от них каким-то тоже простым способом, именно там указав что-то, или задав параметры, не получилось. Мы не нашли способа. А нам надо было переключаться между вью и добавлять что-то поверх другого, без вот этих лишних синих элементов, например. Единственным выходом на тот момент для нас показалось, это написание своего собственного класса для навигации, который я в своем коде уже потерял. Вот он. То есть, у нас есть свое вот это навигейшн-вью, которое заменяет стандартный, и у нас есть... Вот он, навигейшн-вью-модул. Ну, опять же, это здесь не очень удачное название, это просто, собственно, тот, как стэк-класс, который хранит стэк вот этих всех экранов, которые друг на друга накладываются. Здесь можно задать тип анимации, который будет между переходами. А вот это, собственно, сам screen-стэк. Вот. И когда... Получается сейчас... То есть, вы все свое приложение, мы заворачиваем в этот наш вью, указываем, какая у нас будет анимация. В принципе, ее можно потом задавать отдельно для каждой другой анимации, и указываем начальный вью, который будет именно на... Внизу этого слоя лежать. А все остальные потом уже... Все остальные вьюхи потом могут уже обращаться к вот этому навигейшн-вью контроллеру и просто вызвать push или pop, и у вас будет поверх показываться или исчезать, ну, та вьюха, которая была в этом стэке, и никаких кнопочек back или еще чего-то не появится у вас. Так. Еще одним моментом, то есть, было как раз то, что мы использовали... Ну, не обошлось без UIKit элементов стандартных. Отображение HTML содержимого. Сейчас уже в iOS 15 бета там, я знаю, что у SwiftUI компонентов текст есть возможность задавать, передавать туда прямо HTML текст, и он будет отрисовываться нормально уже. На момент старта тоже такого не было, поэтому мы использовали... мы использовали как раз тот самый... тот самый view-representable, который просто был оболочкой для VK WebView, в котором загружался HTML контент, который передавался извне, то есть из SwiftUI сюда, и потом он отображался уже на экране. Точно так же мы использовали вот этот же подход для Facebook, то есть точно так же здесь у нас ShareLink content вот этот фейсбучный, и показ диалога вот этого, который... Так, нет, не ты. Вот этого. То есть вот эта вот штука, она появляется именно вот как раз из того UI ViewController Representable. И так же то же самое для... вот этот Classic Animation мы не использовали, а вот здесь, то есть это наш... именно отображение уже видео. То есть в этот ViewRepresentable передается наш плеер, AVPlayer, и здесь мы используем AVPlayer Layer, который, собственно, связывается с плеером, так как это обычно делается тоже в UI-кете, но поскольку мы напрямую не можем использовать компоненты, то есть мы их завернули, весь механизм ViewRepresentable, и здесь уже его использовали. И отрисовывали. То есть для вот этих функций, то есть для HTML-отображения контента, для проигрывания видео, и для использования Facebook'а, и UI Facebook'а, который никак еще не взаимодействовал на тот момент со SwiftUI'ом, мы использовали вот эти оболочки для UI-кет компонентов. Собственно, итоги всего этого. Итоги проекта непосредственно. Это успешно завершенный проект. Именно успешно не только потому, что были соблюдены сроки и бюджет, а и по отзывам заказчиков, самого клиента и тех, кто им пользовался. То есть он сейчас находится в App Store, и там и отзывы нормальные, используется он достаточно широко. В основном, правда, именно он, этот заказчик, он рекомендует его своим клиентам, но тем не менее там часто пишут фидбэк и сторонние пользователи, которые использовали это приложение. Мы получили удобный, гибкий инструмент для создания UI. И, в принципе, наверное, для SwiftUI мы начали писать уже как раз свою библиотеку с UI-компонентами, вот этим Navigation Stack'ом и всего остального, что мы будем использовать для следующих наших проектов. И, может быть, вот здесь мы сейчас начнем копить опыт, от которого потом нам будет тяжело отказаться, если у SwiftUI выйдет что-то новое, например, или следом за этим. На момент разработки каких-то инструментов не было. Или они не были нам доступны из-за того, что они в более поздних версиях были доступны. Но это нам не помешало работать или как-то выполнить задачу. Ну и мы пришли к решению использовать SwiftUI в дальнейших проектах наших. И в завершении, еще помимо итогов самого проекта, то есть хотелось бы подвести черту под самим своим опытом именно использования SwiftUI. То есть когда я смотрел отзывы разработчиков или тех, кто использовал эту технологию, основные два момента, которые меня притягивали здесь, то есть что тогда по ним писали, помимо других, самые главные моменты, которые отмечались в конс как раз, это то, что не были сформированы лучшие практики еще, и это правда, они, по-моему, до сих пор еще не до конца сформированы. И то, что какие-то проблемы, возможно, будут сложнее решить, потому что их никто до этого не встречал. Я не знаю, но для меня, когда я это читал, это было скорее плюсом, чем минусом. То есть я надеюсь, что у нас еще есть, я знаю, что у нас еще есть разработчики, для которых это тоже скорее больше плюс, чем минус. И очень сложно, допустим, и тяжело как-то опираться на слова, например, то есть гораздо проще, когда есть результат. У нас он есть, пусть и небольшой, и простой достаточно, но мы смогли пройти вот эту тропинку, и мне очень хотелось бы, чтобы на следующих конференциях, например, когда будут новые доклады, выходить будут уже другие ребята, эта тропинка стала шире, больше, и именно она была проложена разработчиками из нашего города, из Омска, из наших компаний. Спасибо. Спасибо. Спасибо.